Товарищи, у нас очередное занятие по капитану. Горова у нас 23-е, всеобщий закон капиталистического накопления. Ну и хотя у нас сегодня параграф второй этой главы, относительное уменьшение переменной части капитала в ходе накопления и сопровождающей его концентрации, но и тем не менее, ввиду того, что у нас появился на занятии Виктора Ивановича Горко, мы вот некоторые вопросы, которые остались, может, не до конца уясненными на предыдущих занятиях, сейчас немножечко пробежим. Но сначала давайте, товарищи, вспомним, что такое у нас накопление до капитала. Это перевод прибавочной стоимости в капитал. Ну или, как пишет Маркс, применение прибавочной стоимости в качестве капитала, или превращение ее в капитал. Вот. Это вот накопление. Это ничего общего не имеет с накоплением, когда царь Кощей над взратом чахнет. Да, царь Кощей это по Марксу собиратель сокровищ, ничего общего с капиталистом он не имеет. Ну а вот какие приключения происходят с этим накоплением, и вот какие здесь законы, вот это вот мы немножечко об этом и поговорим. Но вот сначала мы ждали Виктора Ивановича Горко, чтобы прояснить вопрос. Мы на нем не очень на прозапрошенном занятии остановились, потому что не очень понятно, а в чем интрига с так называемым рабочим фондом? Почему вот Маркс отдельный параграф об этом выделил, и что вот там такое? Значит, как называется параграф? Как называемый рабочий фонд. Так называемый рабочий фонд. Значит, в этом параграфе Маркс дает критику буржуазным экономистам. Понятно. Так называемые акологиты. Он только этим и занимается. Нет, не только этим. Вообще, капитал... Критика политической экономики. Это подзаголовок. А капитал это положительное изложение, развертывание системы экономической категории и законов капиталистического способа производства. Так? Да. А предшествовал капиталу что? Федоризм. Нет. А капитал как произведение Марса, да? Как произведение? Ну, это как вот... Исследование Марса. Какоспект это это. Марс исследовал эконому. Марс исследовал практически всех труды, практически всех известных тогда экономистов. Вот и четвертый капитал. Так называемый четвертый том. Который на самом деле нулевой. Это критика. Три большие книги. Да. Критика политической экономики. Да. А в капитале, повторяю, это позитивное изложение, положительное изложение, развертывание экономических категорий законов капиталистического способа производства. При этом, если кто внимательно читает, обратили внимание, что периодически Марс вспоминает и критикует вот этих буржуатных экономистов, современных его, их концепций. А иногда отдельными параграфами. Отдельные параграфы. Значит, если мы вспомним более ранний материал, когда Марс рассматривал рабочий день, в общем параграф, там появился целый день. Отдельный параграф, последний час. А, да. Синьора. И здесь отдельный параграф посвящен так называемому рабочему фонду. Следовательно, можно сказать, что Марс придавал важное значение этой проблеме. Что даже целый параграф, посвященный критике буржуазной какой-то позиции, какой-то точки зрения, не уделил этому внимание. Поэтому по задержанию. Во-первых, так называемый рабочий фонд. Это буржуазные экономисты. Апологеты кто такие? Апологеты это те, которые защищают строй. Поэтому вот эти экономисты, которые критикуют Марс, это апологеты буржуазного строя. То есть те, которые правдами и неправдами защищают капиталистический способ производства и всячески пытаются ввести в сторону. Никакой там нет эксплуатации и прочее, прочее. Так вот, рабочий фонд. Ну это совокупность или масса средств существования рабочего, его семьи. Ну это в денежном выражении. Ну да, в денежном выражении это заработная плата рабочих. Или иначе говоря, фонд заработной платы, на который можно купить эти средства существования. То есть рабочий фонд это такой некорректный термин, не совсем корректный. Что такое рабочий фонд? Может это деньги, которые рабочие скидываются вообще, да, в обыскать, в кассу? Нет, ну вот это вот понятно. Так вот сейчас, так я только начал. Сейчас я сразу коротко. Что понимать, что это рабочий фонд? Так вот, эти буржуазные апологеты, которых там упоминают, или они бинтам, акулых, мальтус и так далее, они выдвинули такую идею, что этот рабочий фонд, он не меняется, он постоянен. А мы рассматривали капитал, вот накопление капитала, там все-таки границы подвижные. Подвижные, да. И в самом капитале. Давайте вернемся к восьмой главе, одной из ключевых глав, да, капитал, первого дома капитала. Это рабочий день. Вот рабочий день такой, он делится на две части. Первая часть, в течение которого рабочий воспроизводит, воссоздает стоимость своей рабочей силы, это называется необходимое рабочее время, создается необходимый продукт. А вторая часть, в течение которого создается прибавочный продукт, это прибавочное рабочее время. Так границы между первой и второй частью, они что, постоянные, раз навсегда данные? Они подвижные границы. Здесь может увеличиться необходимое рабочее время, соответственно, зарплата рабочих. А может, наоборот, пойти обратное течение. И здесь, вот эти границы, зависит от нескольких факторов, многих. И один из ключевых такой. Классовая борьба. Классовая борьба, да, вот, конечно, это один из ключевых факторов. Вот большая, серьезная, активная классовая борьба. Так и будет увеличиваться это необходимое рабочее время, уменьшается прибавочное. А будет она слабевать, пойдет обратное течение. То есть, вот эти границы подвижные. А теперь вернемся, а что утверждают эти буржуазные кулагеты? Ну, если они, эта величина раз навсегда данная, зачем тогда бороться, ребята? Беспорядки не нужно, так сказать, этим заниматься. Сидите спокойно на пятой точке, да, и вот полетесь. Эксплуатацией. Вот какой, так сказать, смысл вкладывался этим буржуазным экономистам в понятие, так сказать, вот это, вот это, так сказать, рабочий фонд. Вот и все. Марс, это подверг критике, поскольку отдельно, в другой степени рабочий, исключительно счастливых скучек, может расширить так называемый рабочий фонд за счет дохода богатых. И вот, и когда Марс, это я вкратце изложил, Марс здесь более подробно разбирает эту концепцию, это показывает, что никаких экономических обоснований, почему эта величина постоянно нет, кроме того, что имеется так называемый рабочий фонд, что это дано природой, либо богом. Богом, да. Ну так и об этом, и об этом богом. Ну, либо поединяйте сюда. Нет, никакого-то производительства суда нету. У буржазных экономистов. В этом их тезис, и в их концепции рабочего фонда. Почему он постоянен? Природа или бог? Ну, природа общества имеется. Ну, вот этим заканчиваем. Да, до такого додуматься я бы не додумался. Да нет, ничего. Как-то тут написано, но вот не прочитал. Не понял. Ну, хорошо, что я забрали. Пойдемте. Спасибо. Так, едем дальше. Ну, тогда вот, в двух словах, кто-нибудь, товарищи, мы вот проходили, вот, глава 23-я, всеобщая, это обрак заключительный параграф 22-й годовой, мы начали на прошлом занятии главу 23-ю, первый параграф, увеличение спроса на рабочую силу параллельно накоплению при неизменяющем состроении капитала. То есть, мы видели, как развивается капитализм с ростом накопления при, скажем так, ну, неизменяющихся производительных силах. То есть, при старой технике, при всем, при том чисто, вот, количественно, он нарастает в накопление, потому что ему свойство нарастания, да, у него есть, так сказать, накопление, он вкрадывает его снова в производство, прибавочную стоимость, и поэтому имеет место рост. Ну, и здесь вот Марс рассматривает, ну, грубо говоря, такой капитализм, который имел место в период мануфактур, когда десятилетиями застыл, при застывших производительных силах это нарастало чисто количественно. Вот, и вот тут, ну, во-первых, такой, такой термин Марс вводит, как строение капитала. Что есть строение капитала, и какие мы знаем строения капитала? Два строения же капитала. Да. Ну, оно на самом деле одно, но его можно с двух сторон как бы рассматривать двумя терминами. Даже с трех. Даже с трех? А третья, то что? Ну, давайте сначала скажем то, что мы знаем. Как его рассматривать, во-первых, с какой точки зрения? С точки зрения строимости. С точки зрения финансовой. Да. Это постоянный капитал и переменный капитал. Потом, с точки зрения технической. То есть, это вот уже живые там станки, машины и живые люди с другой стороны. Ну, живые люди, обладающие данное правительство. Только если средства производства. Да, да, да. Давайте последовательность соблюдать. Сначала надо с технической стороны. Ну, с технической, можно так. Вот, это с технической, а потом, так сказать, это с финансовой стороны. это постоянно. Со стримосной, давайте. Со стримосной, можно и так, со стримосной точки зрения. Да, совершенно верно. Стримосная, это же функция техническая. Да. Но она, она позволяет количественно описать вот это соотношение. Потому что машинные люди, их форму, грубо говоря, не подставишь. А, третье, это что? Третье? Да. Вот, давайте так. Мы, с одной стороны, рассматриваем техническое строение капитала, да? Это отношение средств, совокупности количества средств производства и рабочей силы. К персоналу. Рассмотрели, да? Теперь с этой стороны посмотрели. Стоимостное строение, то есть отношение стоимости средств производства к стоимости рабочей силы. То есть, это отношение постоянного капитала, цель, обозначается буковкой, латинской целью. Переменному капиталу в латинской. А вот теперь третий шаг, что мы должны с точки зрения диалектической логии рассмотреть, в единстве взять и рассмотреть то и другое вместе. Так вот, стоимостное строение, которое определяется техническим строением, называется органическим строением капитала. И вот это ключевое понятие, органическое строение капитала. И обратите внимание, Марс говорит, я в дальнейшем, когда говорю строение капитала, опуская слово органическое, но имеется в виду органическое строение. Потому что вот это вот органическое строение, его тенденция, изменение, оно определяется двумя факторами, не одним. И тенденции могут быть разные. Ну дальше там расписывают. Но общая тенденция какая? Развитие капитализма. Чего на постоянном накоплении? Нет, в отношении органического строения капитала. Ну это вот здесь мы считаем, что вот первый параграф, он рассматривает ситуацию по неизменяющему строению капитала или константе. Ну и тут рассуждается о том, что даже при таком вот просто увеличении капитала, крупные, укропления капитала, как говорится, даже примарой прибыли, как говорит Маркс, ну наверное имеется в виду примарой нормы прибыли скорее, а не прибыли. Масса этой прибыли все-таки нарастает, возрастает быстрее и как здесь сказано, большой капитал, даже при небольшой прибыли в общем возрастает быстрее, чем мягкий капитал при большой прибыли. Но тут наверное под малой большой прибыли имеется в виду норма прибыли, а не масса ее. да не должно быть, потому что нормы прибыли еще нет. Это в третьем норме прибыли понять, это третий тонкопитал. А что тогда здесь имеется в виду? Большой прибыль или марок прибыль? Масса. Масса? Величина. А как же тогда не сильно большую? А что же так? У большого капитала может быть меньше даже масса прибыли, чем у марок и при этом все равно возрастает быстрее? Вот это что-то как-то... Ну может быть, надо посмотреть внимательнее. Ну ладно. Ну это... Ну это... Параграф «Абзац начинается ли цена труда продолжает повышаться?» Ну вот. Ну и кроме того, здесь вот Виктор Иванович сказал отношение стоимости средств производства к стоимости рабочей силы. Но тут это так можно говорить, если мы понимаем, что заработная плата или цена рабочей силы соответствуют ее стоимости. Разумеется. И у марца такое допущение все время в первом году. А вот здесь или цена труда продолжает повышаться? Потому что ее повышение не приспятствует процессу накопления. То есть в ходе роста капитала вот этого возникает дефицит рабочих рук и в результате этого цена труда может повышаться. Здесь именно речь идет о цене труда. Вот. И тогда и вот здесь мы не можем проникнуться сочувствуемым пониманием худдитам, которые разрушали машины. потому что на самом деле вот мы переходим к второму параграфу 23-й главы относительно уменьшения переменной части капитала в ходе накопления и сопровождающей его концентрацией. То есть на самом деле даже при мануфактурном производстве на заве капитализма все равно производительность труда она потихонечку росла. и органическое строение капитала или просто строение капитала как Виктор Иванович сказал, оно потихонечку менялось. Потому что нет как известно в природе ничего неподвижного движения это общий способ существования материи. И при этом степень эксплуатации вырастала и подавалась на рабочие силы. Ну это без того. Значит и вот как пишет Марс в ходе накопления всегда наступает такой момент когда развитие производительности общественного труда и становится самым мощным рычагом накопления. До этого в первой части вот такой вопрос как рост производительности труда Маркс не рассматривал. И именно увеличение капитала побуждает повышение производительных способностей труда и дает меньшему количеству труда возможность производить большее продуктов. Вот это вот очень существенно и вот главное что здесь Маркс в ходе этого какой делает вывод что во-первых каким последствием ведет вот это повышение производительности труда. спрос на рабочую силу что у нас делает при этом увеличивается ну значит сокращается 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 меньше труда и надо затрачивать то есть спрос на то же самое массу товаров да для производства того тоже массы товаров меньше времени затрат можно вот а что у нас делается со стоимостью рабочей силы со стоимостью не с ценой то есть с одной стороны вот это вот высвобождение рабочей силы способствует снижению цены рабочей силы то есть избыток рабочей силы он приводит к понижению зарплаты а вот со стоимостью рабочей силы что происходит при этом по-разному может и возрастать особенно если ну стоимость нет как это стоимость что такое стоимость рабочей силы количество материальных благ необходимых рабочему для поддержания каковщее правило трагедия восьминут и он находился очень конкретный вопрос что происходит со стоимостью рабочей силы при росте производительности труда как общее правило генеральная тенденция она растет почему еще раз что такое стоимость рабочей силы вспоминаем что такое стоимость рабочей силы это стоимость средств существования рабочей его семьи средств существования значит с ростом производительности труда что происходит материальное благо становится дешевле единица дешевле значит общая тенденция какая снижение стоимости рабочей силы пока мы не берем другие факторы это как одна тенденция в общем получается едало нет жилье все все это тешевеет по мере росту предварительности труда это все тешевеет правильно туда-то меньше надо стоимость падает да потому что на производство машины поэтому стоимость рабочей силы она падает и здесь вот такие вот тендации с другой стороны вот здесь непрерывное обратное превращение прибавочной стоимости в капитал выражается возрастание величины капитала входящего в процесс производства в свою очередь она становится основой расширения масштаба производства сопровождающих методов повышения производительной силы труда здесь Макс не использует термин производительность труда уже более поздно а Макс пишет о повышении производительной силы труда и ускоренного производства прибавочной стоимости вот ускоренное накопление капитала происходит и происходит здесь концентрация капитала но с другой стороны Макс указывает и на обратную тенденцию то есть в связи с тем что там у капиталистов семейства дробятся значит рост концентрации общественных средств производства как у индивидуальных капиталистов и прочих разных условиях ограничен степенью возрастания общественного богатства а часть общественного производства часть общественного капитала вложенная в каждую отдельную сферу производства делится между многими капиталистами которые противостоят один другому, как независимые конкурирующие друг с другом товаропроизводители. Светлость накоплений сопровождающего концентрация не только разграбляется по многочисленным пунктам, но и возрастание функционирующих капиталов перекрещивается с образованием новых и расщеплением старых капиталов. Поэтому, если с одной стороны накопление уступает как возрастающая концентрация средств производства и командования над трудом, но с другой стороны оно представляется как взаимное оттаскивание многих индивидуальных капиталов. Ну и тут, конечно, видно, что товарищ Марс почитывает Гегеля и соответствующую главу из книги «Первые бытия. Протяжение и оттапкивание», которую хорошо рассмотрел товарищ Зорота в своем занятии по науке-рогике. И, соответственно, вот он здесь это увидел. И здесь это вот в том числе и ответ Коротского на его теорию создания сверхмонополии. Коротского еще нет, ответ ему уже есть. То есть этого потому, что движение по нарастанию капитала, оно противоречиво. И мы видим, что на виду создания монополий постоянно образуются. Вроде бы казалось, что рынок уже до конца века поделен между AMD и Intel. А тут какая-то арм еще вырезана, еще какие-то производители процессоров. И, в общем-то, постоянно идет вот такая борьба и появляются новые фирмы. И это, так сказать, сверхмонополий одной никогда не будет. Так, погодите, мы что-то упустили одну тенденцию. Капитала – это отношение. А, отношение. Так, отношение. Отношение. Да, да. Отношение. Постоянного капитала. К переменному. Определяемое его техническим строением. И вся история развития капитализма говорит о том, что это органическое строение капитала растет. Самый простой пример. Ну, то есть, выборы одного рабочего, все больше приходится средств производства. Ну, самые простые примеры, вспомним, 200 лет назад у Шахтера, что было в руках? Кирка. Кирка, да. Кирка, все. Вот один рабочий, одна кирка. А сейчас, которые, как верили. Стоит назад, вот рабочий, у него уже отбольный молоток. Ну, да. Стоимость средств производства больше. А сейчас, на одного рабочего, уже комбайн целый будет. То есть, это общая тенденция. И связано, совершенно верно, Иван Михайлович Замитл, с ростом производительности труда. И первая тенденция, это когда? Рост производительности труда появляется чему? Увечению технических. Квыталкин. Квыталкин. А, квыталкин. А, квыталкин. Да. А, с другой стороны, какой идет процесс? Капиталы зарастут, идет накопление капитала. И идет противоположная тенденция, когда притягиваются эти рабочие. Да. И вот в этих противоположных тенденциях идет развитие. А это уже там последующее. Каким путем? Концентрация, централизация капитала. Да, и вот тут вот можно отметить, что несмотря на колоссальный рост производительности труда, все вот с руинением акция количество рабочих в мире неуклонно растет. Хотя вот говорят, что они там вытесняются, скоро одни роботы будут, а количество рабочих в мире нарастает, нарастает и нарастает. То, что в Западной Европе где-то там появляются какие-то области, где одни банки и конторы, ну это от того, что производство уехало куда-то там, в Китай, в Индию, еще куда-то. А там захватываются все новые и новые простые населения в рабочих раз, и число рабочих неуклонно растет. Поэтому здесь тенденция к притяжению рабочей силы и маркции, при маркции то же самое было. Тенденция к росту численности рабочих, она все время преобладала на тенденции вот этого оттапкивания. Хотя резервная армия труда была всегда. Далее, вот по этому поводу, Маркс пишет, что если прогресс накоплений улучшает относительную величину переменной части капитала, то он вовсе не исключает увлечение абсолютной величины. Предполагаю, что капитальная стоимость сначала распадалась на 50% постоянного и 50% переменного капитала. А впоследствии на 80% постоянного и 20% переменного. То есть органическое строение капитала выросло с единицы до 4 раза. А если за это время правоначальный капитал, составлявшийся, скажем, 6 тысяч фунтов стерлингов, повысился до 18 тысяч фунтов стерлингов, его переменная сторонная часть увеличилась на одну пятую. Прежде он составлял от 3000 фунтов стерлингов, теперь 3600. то есть рабочих, ну а что такое, переменный капитал, это число рабочих, грубо говоря, отражает. Я отношусь к постоянному капиталу. Ну, как правильно, колено, отбойный молоток, комбайн. Нет, мы берем, что вот переменный капитал, это стоимость совокупной рабочей силы, вот этой вот рабочей фонды, о котором мы говорили мы вначале. Не рабочий фонд, это не наш, так сказать, термин. Ну, это да. У нас переменный капитал. Переменный капитал, да. Вот, это, он отражает стоимость рабочей силы, число рабочих. То есть, если даже органическое строение капитала в четыре раза повысилось, вот как мы видим, то все равно это не значит, что в четыре раза меньше рабочих стадок. Так как капитал при этом, абсолютная величина капитала выросла, то и, соответственно, переменный капитал увеличился не так низко, как постоянно, но он увеличился с 3000 фунтов стерлингов до 3600 фунтов стерлингов. Таким образом, оказались не то, что рабочие на улице, а оказалось, что еще и потребность есть дополнительных рабочих в каком-то, в какой-то мере. Да, все правильно. Вот. А вот дальше вот централизация, концентрация капитала. Да, централизация, концентрация. Чем отличается централизация капитала от концентрации? Как идет процесс накопления капитала? Вот у недавнего капиталиста. Мы путем, первый, когда он капитализирует прибавочную стоимость и направляет на добавочный капитал часть своей прибавочной стоимости. И второй, когда получает более мелких. Да. Так вот, первый путь, это концентрация капитала. Проще говоря, когда он за счет прибавочной стоимости строит новый там цех или новую технику. Расширяет производство за счет капитализации части прибавочной стоимости. А второй путь, когда он поглощает своих конкурентов. А не на правом, второй путь централизации. Да, конечно. Мы наблюдаем нашей России и то, и другое. Ну, не только локации. Это все, и он будет категористическим конечным. Там еще про кредит. Что это один из инструментов. Да, совершенно правильно будет. Но вот с другой стороны, вот как совершенно верно здесь писал Маркс, вот этой тенденцией на придержение капитала, как там и стоит, тенденция на оттаркивание, учтение друг от друга. Вот конкуренция, это имеется в виду? Ну, и только дробление капиталистов, как это, семьи делятся. Да, да. Семьи делятся. Потом с акционерами. Ну, что касается диких акций, там скорее тенденция происходит. Но же олигарх развелся своей женой. Все, да. Ну, и это отталкивание создает потом основу для централизации будущей, когда вот такие вот раздробленные части кем-то ополощаются. Ну, реализация еще антимонопольного законодательства. Рафильевский концерн разделение на семь сестер. Ну, и так. Чтобы не было чрезмерно это монополия в нефтеном бизнесе. У вас в той мере, как развивается капиталистическое производство и накопление, развиваются та же конкуренция и кредит. Эти два наиболее мощных очага от централизации. Вот за счет централизации, за счет кредита, это вообще говоря уже появление, как я понимаю, финансового капитала. Зарождение финансового капитала. Что такое централизация за счет кредита? Для него были кредиты, вообще было до финансового капитала. Кредит такой, а централизация за счет кредита, она как выглядит? Ты не отдал кредит, банк забирает твоим бой. это кредит дает возможность капиталист который взял кредит может купить предприятие другого капитали а то есть кредит дают не всем кредит дают в первую очередь кокнам поэтому это и дается вот так вот понятно не всяком капитализе может более выгодной цене закупить сырье конечно деньги притягивают деньги то есть поэтому кредиты конечно они даются тем у кого деньги есть а с другой стороны технические средства для тех команды промышленных предприятий осуществления которых связано с предшествующей централизации капитала то есть они централизовали под себя подмели появились большие предприятия и благодаря тому в натоящее время взаимное притяжение отдельных капиталов тенденция централизации сильнее чем когда уже не было раньше но хотя относительная широта и энергия движения централизации в известной степени определяют за достигнутой уже величиной физического богатства и превосходством экономического механизма однако прогресс централизации от них не зависит от положительного увеличения общественного капитана и эта особенность отражает централизации от концентрации которые есть иное выражение воспроизводства в расширинном масштабе централизация может изменяться совершаться посредством простого изменения распределения уже существующих капиталов она довершая дело накопления давая возможность промышленным капиталистам умышлять масштаб своих операций и накопление вот тут отмечено что накопление концентрация просто как концентрация представляет крайне медленный процесс по сравнению с централизацией то есть если бы не подминание вот это под себя более мягких то гораздо медленнее развивался бы капитализм не до сих пор оставаться бы без железных дорог если бы приходилось дожидаться пока накопление не доведет отдельные капиталы до таких размеров что они могли бы справиться с постройкой железных дорог а вот централизация посредством акционерных обществ достигла этого как бы по одному мгновению руки вот это и так с одной стороны добавочный капитал образованный в ходе накопления притягивает все меньше и меньше рабочих по сравнению со своей величиной другой стороны старый капитал периодически воспроизводимый в новом строении все больше и больше отталкивает рабочих которые раньше были заняты подрастающие производства насильственного перенаселения или промышленной резервной армии труда ну здесь маркс пишет о том что накопление капитала которое первоначально представлялось такого качественное количество расширения осуществляется как мы видели в непрерывном качественном изменении его строения но и специфический капитический способ производства соответствующему развитию производитель всего труда вызывая изменение органического строения капитала не будет руководить руководку в процессе накопления с возрастанием общественного богатства они сравненно быстрее ну и соответственно здесь вот маркс пишет что в связи с этим рассматриваясь общественный капитал мы видим что процесс его накопления вызывает физические изменения что отдельные моменты этого процесса одновременно распределяются между различными сферами производства и в некоторых сферах изменение страильные капитала происходит без возрастания в абсолютной величине вследствие одной же концентрацией других абсолютный возрастания капитала связано с абсолютно уменьшением его переменной составной части допрещение мы ее рабочей силы в третьих ктокартак возрастан от данной технической основе по порциональности 그건 растанияان привлекает добавочную рабочую силу то происходит органическое изменение капитальная сфора сейчасありがとうございます процесс его переменной идет на часть во всех В этих сферах возрастание переменной части капитала, потому что числа занятых рабочих всегда связаны с сильными колебаниями, созданием временного перенаселения, причем изразлично, принимает ли оно более заметную форму оттапкивания уже занятых рабочих, или не так заметную, но менее действительную форму затрудненного покращения добавочного рабочего населения его обычными оплатными канарами. То есть здесь вот то, о чем Марс писал, что оттапкиваются рабочие вроде бы сильнее, а притягиваются все скорее, ну и тем не менее, далее он пишет, что закон народонаселения, который у нас заключается в чем перенаселение? Значит, ну вот Марс пишет, что вот в соответствии с первым программом, где мы рассматривали... Давайте восстановимся на этом моменте, чтобы было понятно. То есть вот здесь органическое строение капитала, его тенденция, она ключевая. То есть характеристический закон народонаселения Марс выводит из процесса характеристического накопления, да? Да. А который, если туда заглянуть, вот это тенденция роста органического строения капитала. То есть оно идет таким образом, что происходит вот это выталкивание или отталкивание рабочей силы, то есть два параллельных процесса отталкивания и притяжения. Ну вот отталкивание, оно не абсолютное, а относительно чего? Относительно потребностей капитала. То есть потребности или специфика накопления капитала такова, что постоянно образуются лишние люди, в кавычках лишние. Но потом с дальнейшим ростом они... Это вот был такой мальтус, да, известный, да, в те времена народонаселения, который сказал, что слишком быстро рабочее население планицы размножаются в геометрической прогрессии, да? А средства вставания рабочих, в альфметической, да? Да, и прочее, прочее. И надо делать так, что пускай они владеются как можно, как нужно для потребности капитала. Нет, на самом деле происходит по-другому. То есть вот это понятие относительно перенаселения. Не абсолютное, а относительно. Относительно чего? Относительно потребности развития капитала. Процесс его накопления, о котором мы говорили на прошлом занятии, и сейчас мы говорим. То есть вот то, что называют безработица, да? Маршинцы относительно перенаселения, но относительно. Валю. Ну и там Макс пишет, что зачастую самый жесткий дефицит в рабочих каких-то специальностях, он не отменяет вот это наличие резервной армии труда. Это вообще, говоря, дефицит каких-то рабочих, и наличие резервной армии труда, это две вещи, которые они вполне существуют, что мы видим и сейчас. Вот это относительно перенаселения или резервная армия труда, вот она порождена самим капиталом, капитализмом, и процессом накопления капитала. Это объективно необходимое, как сказать, есть явление и капитализм, без которого не может существовать. А вот и дальше мы можем все это... Макс пишет, что смена фаз промышленного цифра, в свою очередь, увеличивает перенаселение и становится одним из наиболее энергичных факторов его воспроизводства. То есть, во время кризисов это перенаселение становится наиболее... Это уже дополнительный фактор, конечно. Какие факторы влияют на величину относительно перенаселения. Вот, а вот это Макс пишет. Вот этот своеобразный жизненный путь современной промышленности, которого мы не наблюдали ни в одной из прежних эпох человечества, был невозможный в период детского капитического производства, когда строение капитала изменялось очень постепенно. Но это как парадокси первых, это игровые. Следовательно, его накоплению, соответственно, в общем пропорциональном возрастании спроса на труд. То есть, возрастав капиталу, пропорционально этому возрастав спрос на труд. Каким бы медленным небом прогресс накопления капитала, в сравнении с современной эпохой, но он адаптировался на естественные границы доступного эксплуатации рабочего населения. Устранить эти границы можно было только носительными средствами, о которых будут упомянуто последствия. То есть, вплоть до того, что специальные команды там ездили по Англии, где там у кого-то, у того, чего там все это сжигали, вязали и везли в работные дома. Но это впоследствии будет упомянуто. Внезапное конвульсивное расширение масштаба производства является предпосылкой его внезапного сокращения. В последнюю свою очередь вызывает первое, но первое невозможное без доступного эксплуатации человеческого материала из увеличения численности рабочих, независимого от абсолютного возрастания населения. Это увеличение создается простым процессом, который, постоянно освобождая часть рабочих, освобождает в кавычках, посредством метода, который уменьшает число занятых рабочих по отношению к возрастающему производству. Следовательно, вся характерность современной промышленности форма движения возникает из постоянного превращения некоторой части рабочего населения в незанятые или полузанятые руки. Поверхностность политической экономии обнаруживается в том, что расширение и сокращение кредитов, простые зимтовы, сменяющиеся периодом промышленного цикла, она признает их причинами. То есть, с одной стороны, расширение капитала требует новых рабочих рук, с другой стороны, изменение органического строения и рост производительности труда постоянно создает предпосылки для появления этих полузанятых или незанятых рабочих рук. Предположим, говорит Мегаверия, нация в условиях лица сделает напряжение своих всех, чтобы посредством эмиграции освободиться от нескольких сотен тысяч избыточных бедняков. Что было бы следствием этого? То, что при первом же возрождении спроса на труд в последнем, сказался бы недостаток. И в Англии, кстати, были очень жесткие законы против эмиграции в Америку. Разрешалось, вот капиталисты, бывало, выводили в Америку вместе с оборудованием промышленным и своих рабочих. Это допускалось. А сам в Америку не, не. Как бы быстро не происходило воспроизводство людей, для возмещения взрослых рабочих требуется промежуток времени. Но прибыль наших фабрикантов зависит правным образом возможность использовать благоприятный момент оживленного спроса и вознаградить себя таким образом за период того оскорбления. Это возможность обеспечивается и только командованием над машинами, над ручным трудом. Необходимо, чтобы они могли найти свободные руки. Они должны по мере способности напрягать или оставлять активность своих операций в зависимости от состояния рынка. Иначе они не могли бы среди бешеной конкуренции удержать то преобладание, на котором основано богатство этой страны. То есть, вот здесь обосновывается необходимость вот этой резервной армии труда. И это, в общем-то, даже искусственно, эту резервную армию труда будут всегда поддерживать и всегда будут ее стимулировать, ее наличие. По самой природе населения, прирост работников, вызывая им особенного спроса, не может быть доставлен на рынок раньше, чем через 16-18 лет. А превращение дохода в капитал впоследствии на убережение эмоций может совершаться несравненно быстрее. Страна постоянно подвержена риску, что ее рабочий фонд будет возрастать быстрее, чем население. То есть, потребность в рабочей силе будет возрастать быстрее, чем население. Он у вас пишет, что это объявление постоянного производства относительного перенаселения рабочих необходимым ускорением капиталистического накопления. И, пропагандируя это, политическая экономия, выступая вовкости старые дела, врагает уста своего идеала капиталиста. Следующие слова, обращенные к избыточным рабочим, выброшенным на улицу добавочным капиталом. Мы, фабрикант, увеличивая капитал, который мы должны существовать, делаем для вас все, что только можем, а вы должны сделать остальное, сообразуя свое число со средствами существования. Вот у нас это, в частности, на нашем предприятии, это вот в чистом виде процветает. Вот сейчас заказов нет, давайте идите в неоплачиваемые отпуска, на трехдневку, в простой. Ну, под простоем у нас понимается так, что зарплату тебе платят две трети, а работа ты давай-ка работай. И индивидуальные планы дают, не будешь выполнять уволен. Так что это, ну, это работают, как ни странно. Вот, так что это вот в чистом виде такое вот. А вы должны сделать остальное, сообразуя свое число со средствами существования. То есть это мы должны вот так уходить на трехдневку, уходить в отпуска, сообразуя свое число со средствами существования, в чистом виде. Ну, и, значит, как можно меньше семьи завалить. К капиталистическому производству от них недостаточно того количества свободной рабочей силы, которая доставляет естественный прирост населения. Для слова свободного развития, оно нуждается промышленно-визирной армией, независимой от этой естественной границы. То есть всегда должны быть какие-то люди, вольные, которых можно привлечь, они с радостью побегут. Однако при неизменяющемся и даже сокращающемся числе, находящемся под его командой рабочих, переменный капитал возрастает. Если только индивидуальный рабочий начинает доставлять больше труда, его заработная плата даже возрастает, хотя цена труда остается без изменений или даже падает. Но падает медленнее, чем увеличивается масса труда. То есть это вот результат сверхурочных в том числе. Вот, абсолютный интерес каждого капиталиста заключается в том, чтобы выжать определенное количество труда из меньшего, а не из большего числа рабочих. Хотя бы последняя стоила также дешево или даже дешевле. Вот я, откровенно говоря, тоже не мог понять, в чем вот идея такой страсти к сверхурочным. Вроде бы как за сверхурочные платят в повышенном размере, ну, понятно, там мухлюют, далеко не всегда в законном, там, в полуторном двойном размере, там это самое, не всегда их учитывают, но тем не менее, все-таки за сверхурочные платят в среднем больше, чем за обычные. Вот почему капиталисты, капиталисту не нанять дополнительных рабочих, которые будут за одинаковую зарплату ту же работу выполнять, а вот он уламывает имеющихся рабочих на выход в выходные дни, на выход сверхурочно. А вот здесь вот Макс пишет, что абсолютный интерес каждого капиталиста заключается в том, чтобы выжать определенное количество труда из меньшего, а не из большего числа рабочих. Хотя бы даже последняя стоила также дешево или даже дешевле. В последнем случае затрата постоянного капитала возрастает пропорционально массе приводимого движения труда, а в первом случае много медленнее. Чем крупнее масштаб производства, тем более решающее значение приобретает этот массив, его важность возрастая с накоплением капитала. Так что вот эта вот возможность 60-часовой рабочей недели и так далее, она вот как-то висит. Давайте к выводам подходить. Итак, с прогрессом накопления, больший переменный капитал, с одной стороны, приводит в движение большее количество труда, не увеличивая количество рабочих. А с другой стороны, переменный капитал прежней величины приводит в движение большее количество труда при первой массе рабочей силы. И, наконец, вытесняя рабочие силы высшего качества, приводит в движение большее количество сил низшего качества. Раньше были сварщики, а теперь надо в робот залить сварочной маской, и он будет дальше работать. Производство относительного перенаселения и расплаждения рабочих идет, поэтому еще быстрее, чем совершается технический переворот производственного процесса. И чрезмерный труд занятой части рабочего класса увеличивает виды его резервов. Усиленное давление, оказывая на конкуренции рабочих, наоборот, принуждает их чрезмерному труду и подчинению велениям капитала. Обречение одной части рабочего класса к вынужденной праздности, благодаря чрезмерному труду другой его части, и наоборот, становится средством обогащения денег капиталистов. Вот это вот надо понимать, что вот это наличие резервной армии труда и сверхурочная работа, она без стороны одной медали. И здесь надо понимать, что отказавшись от сверхурочных, вы, товарищи рабочие, будете зарабатывать не меньше, а больше. Ну не сразу, может быть, но со временем, вот эта работа сверхурочная, сверхурочная работа, красально снижает цену рабочей силы. Красально. Поэтому ее надо прекращать. Я говорю, что у сверхзанятого рабочего нет свободного времени для развития, а у безработного тоже свободного времени нет, потому что у него нет средств для самообразования, для организации нормального быта и государства. У него есть ничего. Да, ну просто, да, не хватает. Да нет, ну там не нервы. Ну, в Африке ты, конечно, подкормка дешевая, там какой-то синтетической, можно сказать, едой осуществляет, но где-нибудь в Африке и других в нее колоний, включая Российскую Федерацию и окраину, голод, конечно. Нет, конечно, когда ты безработный, денег у тебя нет, конечно, это не способствует там всяким занятиям, ты будешь думать, чтобы рыскать, как вору голодный, что-то искать, а не та психика, не та психология, чтобы человек поучиться. Ну и вот подводить итоги, да? Спорт на труд. Давайте сформулируем, наконец, закон, капиталистический закон народ-населения. На этом закончим. С ростом органического строения капитала появляются две тенденции, это оттаркивание рабочих и притяжение рабочих. Преобладает, в целом, если брать крупненную, рост капитала таков при наличии в научно-научно-техническом прогрессе, что тенденция притяжения рабочих, она преобладает. Но ввиду того, что капиталисты заинтересованы в наличии резервной армии труда, они идут на сверхурочные, на активное внедрение сверхурочных и так далее, интенсивности труда, короче, делают все, чтобы поддерживать резервную армию труда и, соответственно, подвергать сверхэксплуатации занятых рабочих. Ну, это вы совсем вкратце, у нас в середине, но Марс так сформулирует, что рабочие населения, рабочие классы населения, производя накопление капитала, во все больших размерах, производят средства, которые делают его относительно излишним. Вот так он заканчивается. Здесь можно процедить. А что относительно? Относительно избыточность, относительно потребностей капитала и вырукновения. Конечно. То есть, а в абсолютном мы облюдаем все-таки прирост числа рабочих. Прирост как-то, вот, Марс и Секюш, рабочего населения же как-то. Рост, как-то. Короче, капиталист заинтересован использовать меньшее число рабочих групп. Да, вот это вот то, о чем я работаю. Более длительное время. Да, повышает. Более интенсивно рабочих сил эксплуатировать, потому что для этого достаточно меньшее число станков и оборудования, чем если он распараллелит трудовой процесс и наймет на меньший период большее число рабочих групп. Я думаю, надо сегодня закончить. Я думаю, наверное, мы им ограничили все, что это битработица и форма. Да, ты не понял? Да. Ну, тогда, когда у нас следующая встреча. Вот, что вы видите, наверное. Можно будет? Как тебе? Понимаешь? А там, когда начнется... 24-го, правильно? Да. А там, как... А, слушай, 24-го, перед партсобранием. Ну, давайте перед партсобранием встретимся. И сейчас хорошо. Ух ты, это 4-й проект, он очень объемный. Замечательно. Ну, он во многом такой, как сказать, это самый публицистический. То есть, поэтому он так более легко считается. Здесь примеров очень много и вообще было всякие страсти капиталистического общества, которое, когда мы его изучали в институте, читались так абстрактно, отвлеченно. А сейчас это как-то так старо-жизнь. Вот, да. И вот мы дошли до 24-й главы. Да, это последний параграф. Потом, а потом до 24-й глава, последнее, так называемое первоначальное накопление. Это последняя грава четвертого тома, первого тома капитала. И, соответственно, мы, наверное, ее... Она коротенькая, но ее, наверное, за один, за одно занятие потом и закончим. И так, ну, улучшись два занятия. И мы, наконец, и добьем первый том. Седьмой параграф, он включен, ну, так, завершающий, с выводами. Четвертый? Конечно. Седьмой параграф, 24-й главы. Историческая тенденция к капиталистическому накоплению. Ну, может быть, и сам. Все это, да? Да. Седьмой параграф, 24-й главы.